Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. В эти дни космонавту Дмитрию Кондратьеву присвоено звание Героя России. Символично, что указ президента вышел в канун 20-летия учреждения этой награды. Первым, кто получил это высокое звание в России, также был космонавт. В 1991 году Сергей Крикалев улетел в космос из одной страны, Советского Союза, а вернулся уже в другую. Я улетал из России и прилетел в Россию. Другое дело, что Россия была в составе СССР, поэтому сейчас говорят, улетал из СССР, вернулся в Россию. Я из России же и улетал, только Россия была в составе Советского Союза. Набор новых космонавтов в наш звездный отряд продлен до 30 апреля. В центре подготовки не ожидали, что профессия космонавта и сегодня окажется столь популярной. Теперь выбирают лучших из лучших. Последние годы, после того, как мы развернули основные объекты на Международной космической станции, и с учетом предстоящего вывода на орбиту многоцелевого лабораторного модуля, для нас очень важной стала задача, актуальной, доставку на орбиту экспериментаторов, тех, кто будет проводить эксперименты и научные исследования в космосе. Поэтому последний набор мы решили объявить открытым и набрать всех желающих. Еще в середине 20 века астрофизики задумались, как изменить климат небесных тел и сделать далекие планеты пригодными для жизни человека. Появился даже термин – терраформирование. Сегодня российские ученые разработали поистине революционный метод изменения климата на Венере и Марсе. Для решения этой почти фантастической задачи будут использовать кометы. 2162 год. Люди на космических кораблях в спешке покидают Землю. Климатическая машина планеты дала сбой. Сильнейшие ураганы и смерчи следуют один за другим. Аномалная жара чередуется с лютыми морозами. Жить на нашей планете невозможно. По мнению некоторых ученых, такое будущее ждет Землян через 150 лет. Виновник этой дисгармонии – сам человек, а точнее, энергия, которую мы производим. Используем очень нерациональный способ получения энергии. Вот сжигание углеводородов, то есть нефти, газа, угля. Весь этот процесс имеет КПД всего лишь 10%. Ну, как старого паровоза. А 90% получаемой при этом тепла и энергии, оно уходит, оно является паразитной и уходит в земную среду. Когда эта дополнительная энергия составит примерно 0,1% от энергии, которую Земля получает от Солнца, наступит предел, после которого что-либо предпринимать будет поздно. Количество катастроф природного плана постоянно увеличивается. И не только количество, увеличивается и мощность разрушительной силы, которые сопровождают эти катастрофы. Вариантов решения проблемы множество. Однако пока это всего лишь идеи. Ученые едины в одном. Необходимо срочно осваивать другие планеты и искать запасной плацдарм для жизни землян. Наиболее подходят для переселения наши ближайшие соседи – Марс и Венера. Сделать их пригодными для жизни могут огромные куски космического льда – кометы. Земная вода, которая опять-таки течет в наших реках и накопилась в наших океанах, это тоже вода, доставленная кометами. Чтобы изменить траекторию кометы и направить ее на бомбардировку Венеры, ученые предлагают использовать специальную пленку. Космический аппарат разворачивает ее на пути кометы. Небесное тело попадает туда, как рыба в сеть, а дальше дело химии. Лед кометы под пленкой тает. Образуются газы, которые через специальные отверстия, напоминающие сопла ракет, вырываются наружу. Так меняется траектория движения. Будет какое-то отверстие, которое будет позволять регулировать направление этой струи выходящего газа и отклонять ее от той траектории, по которой она движется. Удары комет по Венере позволят ослабить парниковый эффект и наполнить планету водой. Дальше можно запускать земные микроорганизмы, которые насытят новую атмосферу кислородом, а после чего на утреннюю звезду может отправляться и человек. 14 лет работает на земной орбите Международная космическая станция. Сегодня масса МКС более 400 тонн, а размер – с футбольное поле. В этом совместном проекте «Землян» участвуют 15 стран, а главный робот-манипулятор станции сделан в Канаде. Канада в большом космосе с 1984 года. Дорогу на орбиту проложил Марк Джозеф Жан-Пьер Гарно в составе американского экипажа на шаттле «Черленджер». Несмотря на небольшой отряд астронавтов, всего восемь, канадцев с некоторых пор считают главными манипуляторами в космосе. По сути дела, Канада отвечает за сборку различных элементов МКС, начиная с 1998 года и по сегодняшний день. На родине хоккея создали лучшую космическую перчатку, которая по-хоккейному уверенно держит любые грузы в невесомости. Роботы-манипуляторы «Канадарм-1» и его преемник «Канадарм-2» уже несколько лет помогают разгружать на орбите корабли, перемещать грузы и выходить в открытый космос. Это стало для нас отправной точкой для того, чтобы мы продвигали наши космические программы дальше. Недавно на международной встрече в Квебеке главы космических агентств подвели итог работы Международной космической станции и решили продлить срок её эксплуатации до 2028 года. Однако земные орбиты не предел. Мы, конечно же, будем исследовать Марс в международном формате. С одной стороны, к полёту на Марс должны быть готовы люди. Также мы должны подготовить необходимое оборудование. Но мы хотели бы, чтобы это были именно международные усилия. Мы все объединились бы и полетели к Марсу вместе. Рождение частной космонавтики уже не вызывает опасений. В апреле этого года, правда пока под присмотром НАСА и Роскосмоса, компания SpaceX планирует тренировочный полёт космического корабля Dragon. Мы выразили свою беспокойность системой отработки этих частных аппаратов и договорились, что мы создаем рабочую группу совместную, которая посмотрит действительно, насколько всё отработано именно с той точки зрения, чтобы обеспечить безопасность экипажа во время стыковки. Сегодня строительство МКС почти завершено. Однако желающих проводить эксперименты в космосе всё больше. Главы космических агентств утверждают, «Места на борту станции хватит всем». В середине марта 1930 года молодой американец Клайд Томбо открыл новую планету и назвал её Плутоном. Почти 80 лет Плутон считали девятой планетой Солнечной системы, сравнимой с Землей. О Плутоне слагали песни и даже назвали в его честь химический элемент. Однако в новом тысячелетии Международный астрономический союз разжаловал Плутон из планеты в малое небесное тело. Так Земля лишилась своего девятого собрата. А язык учёных обогатился новым глаголом. А «плутонить» – что значит «лишить статуса». На сегодня всё. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.